Друзья, сегодня у нас не абы что, а такой девайс, который с одной стороны вроде как настолько хорош, что уже все западные аудиоблогеры захвалили его и он должен покраснеть от этого. А с другой, это девайс, который помимо прочего предлагает кое-что такое, чего нет ни у одного аудиофильского компонента. Итак, сегодня мы поговорим о цифровом аудиопроигрывателе Eversolo DMP-A6. И чтобы вам было еще интереснее, я взял на обзор особую его версию Master Edition. Ну что, давайте разберемся, что же у этого Eversolo такого, что его все любят. Для начала стоит сказать пару слов о том, кто это вообще. Eversolo это бренд, принадлежащий китайской компании Zidu, которая делает очень крутые видеоплееры с классной аудиочастью. У меня есть обзор их девайса, посмотрите, если не видели. В общем, они сделали отдельный бренд Eversolo, под которым производят исключительно аудиотехнику. Сейчас в линейке Eversolo есть три плеера, этот в двух версиях и модель постарше. А также есть мощник, два стационарных ЦАПа и пара портативных свистков. И вот Eversolo DMP-A6 Master Edition. Это полный плеер, стример с ЦАПом на борту, сочетающий в себе серьезные функции с интуитивно понятным интерфейсом и классным дизайном. В Eversolo даже заявляют, что за годы разработки DMP-A6 Master Edition преобразовал традиционные стримеры, решив проблемы болевых точек отрасли, ни много ни мало. И мол, это прямо означает начало новой эпохи. С виду он имеет прочный толстостенный корпус из алюминиевого сплава с матовой отделкой, что придает ему серьезный и элегантный вид. Тут вопросов нет вообще, все очень на уровне. И благодаря своему компактному размеру он отлично уживается как в большой системе, так и в компактном сетапе на столе. Его большой 6-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран занимает большую часть передней панели. И он очень хорош, поскольку предлагает множество вариантов картинки и упрощает навигацию по различным приложениям, настройку параметров и выбор источников, само собой. Интерфейс хорошо нарисован, не лагает и все в нем понятно без инструкций. Пользоваться одно удовольствие. Нюансы есть, но о них позже скажу. Ну и он оснащен позолоченными шильдиками, что отличает его от обычного А6 и придает ему ощущение некой премиальности. Мастер Эдишн от обычной версии на самом деле отличается тем, что у него два более крутых фемтосекундных клока Q-Silicon и стоят модернизированные операционные усилители ОПХ-1612 со сверхнизким уровнем шума и низким уровнем искажений. Вот с таким. Справа на панели регулятор громкости, он же управляющий энкодер с приятной оранжевой подсветкой, яркость которой плавно регулируется. Ручка хорошая, вращается с приятно задемпфированными кликами. На задней панели вы обнаружите три антенны для беспроводных соединений, куда без них. Цифровые входы на коаксиале, оптике и USB-C. Этот порт конечно прогрессивный, у него отличные XMOS 316 с нативной поддержкой DSD-512, PCM32-768 и MQA, что несомненно круто. Но Type-C сильно ограничит вас в выборе аудиофильских USB кабелей. Производители все еще никак не проснутся, делают по старинке только USB-B. Зато тут есть USB для подключения носителей и второй для вывода аудио на внешний ЦАП. Это круто, но это еще не все. Как вам HDMI, по которому нативно идет многоканальный звук в DSD? Цифровые входы стандартные, коаксиалы оптика и аналоговые выходы RCA и XLR. Да, ребята, этот малыш полностью балансный. И все его выходы можно гибко настраивать. Вы даже и можете цифровой фильтр ЦАПа на каждый выход индивидуально настроить, не говоря уже про уровень громкости. Выходы, само собой, могут быть как в регулируемом режиме, например, если вы выводите сигнал на активные колонки, так и в линейном, минуя регулятор громкости, если вы подаете сигнал на внешний усилитель. Внутри стример оснащен серьезным четырехъядерным процессором ARM Cortex-A55. Работает он под управлением глубоко кастомизированной системы на базе Android 11. Такое сочетание обеспечивает и бесперебойную работу, и совместимость с широким спектром приложений. Запомните этот момент, мы к нему еще вернемся. Добавьте сюда память 4 ГБ DDR, плюс 32 ГБ и MMC. Но и это не все. В него можно поставить еще один SSD форм-фактора M.2 объемом до 4 ТБ. Для установки SSD на дне у девайса есть специальный лючок, чтобы вам не пришлось разбирать весь корпус. Такой твердотельник емкостью, скажем, в 2 ТБ, а сейчас можно купить дешевле 10 тысяч рублей, и вуаля! У вас тут же свой музыкальный сервак. Круто! Все это питается от малошумящего импульсного модуля питания с хорошими аудиоконденсаторами. ЦАПа 6-го построен по принципу двойного моно на двух чипах ESS9038Q2M для независимого поканального декодирования. Это обеспечивает лучшее разделение каналов, великолепное соотношение сигнал-шум и расширенный динамический диапазон. Ему помогают два высокоточных кварцевых генератора для частот кратных 44,1 кГц и 48 кГц, что эффективно снижает джиттер и повышает точность декодирования звука. Он поддерживает потоковую передачу и воспроизведение аудио высокого разрешения до 32-768 кГц в PCM и DSD до DSD512, а также умеет разворачивать наши любимые файлы NQA. Аналоговая схема имеет полностью балансную конструкцию от чипов ЦАПа до аналоговых выходов. Она обеспечивает лучшую помехоустойчивость, улучшает разделение каналов за счет исключения общих петель и делает сигнал более стабильным. Все это построено на превосходных компонентах, отобранных вручную, включая немецкие конденсаторы Vima, аудиоконденсатор Nichicon, Murata, японский реле Amron и американские операционные усилители Texas Instruments. Сразу видно, старались сделать максимально чистый аудиотракт. И это им точно удалось. A6 Master Edition это универсальный проигрыватель, который поддерживает все нужные потоковые сервисы, локальное управление музыкой и даже воспроизведение компакт-дисков с подключенного внешнего сидюка. Ну и он рун-рэди, само собой. Думаю, про UPnP, DLNA, AirPlay 2 и Spotify Connect говорить не надо, но скажу. Использование DMP-A6 максимально интуитивно понятно. Элементы управления точны и хорошо продуманы. В этом интерфейсе нет чрезмерного усложнения. Он удобен и для новичка, не путает тебя, но достаточно продвинуть для опытного пользователя. Интерфейс отзывчивый, благодаря чему вы потратите меньше времени на настройку и больше времени проведете с музыкой. Интерфейс воспроизведения лаконичный в меру, благодаря грамотно расставленным акцентам и возможности выбора из трех вариантов компоновки. Прямо с этого экрана вы можете управляться со всеми функциями воспроизведения, но если вам этого мало, то вы можете включить показ анализатора спектра в разных вариантах. Или стрелочки, их тоже несколько вариантов. Ну и вообще, навигация по его меню абсолютно не вызывает боли, так как все очень понятно сделано. И это усугубляется просто великим, не побоюсь этого слова, мобильным приложением, в котором есть функция, сейчас приготовьтесь, трансляции его экрана прямо на телефон. То есть вы прямо с телефона можете управлять, как будто касаетесь его экрана. Почему до этого раньше никто не додумался? И это помимо того, что вы просто в приложении можете управлять через интерфейс самого приложения. Но если вы привыкли к его экрану больше, то пожалуйста управляйте через трансляцию экрана. И возвращаемся к важному функциональному моменту, делающему этот девайс уникальным. Так как вы можете поставить сюда разные приложения, то Eversolo де-факто становится чуть ли не единственным на сегодня стационарным аудиоустройством, которое может работать с Apple Music. И не просто работать, а битперфектно работать. Еще раз, ребята, это стационарный плеер с поддержкой Apple Music. Этого нет ни у одного стационарного аудиофильского девайса высокого уровня, насколько я знаю. Если вы сидите на хайрезах и лослисах из Apple Music, то Eversolo это идеальная вещь. Ну почти. В отличие от его нативного интерфейса воспроизведения, интерфейс Apple Music несколько иной, и он здесь мелковат. Сами посмотрите, как выглядит экран воспроизведения. Это несколько менее удобно, чем то, что у Eversolo есть в базе. Тот интерфейс по умолчанию, да? Вот дожили. Интерфейс Apple хуже китайского. Но тем не менее, вы зато реально можете слушать музыку из Apple Music не по AirPlay, а нормально по проводам на своей большой системе, ну или в системе с наушниками. Я послушал его и так и эдак, с большими активными high-end колонками Pylon и в связке со своим усилителем для наушников Matrix Audio Element X2. Качество звука A6, оно впечатляет сразу. Оно похоже на хорошее вино, сложное, изысканное и чрезвычайно приятное. Бас быстрый и контролируемый, но не массивный. Да, бывает звук побасовитей, но зато здесь есть такая ясность, что иной high-end позавидует. И как цифровой транспорт он отлично справляется. Я подключил его к своему high-end Super Цапу метроном DAC-2 и вообще не могу плохого слова сказать про Эверсоло. И в этом случае бас уже совсем другое наполнение получает. Середина в подаче A6 чистейшая и ясная, а верха сверкают как бриллианты, но не ярчат и не шипят. Эверсоло создает чистейший, детальный и очень прозрачный ясный звук с аккуратными, не перегруженными низами. Деликатные очень низы, я бы так сказал. И этот характер делает A6 очень классным девайсом для тех, кто любит интересную электронику, такую как в плейлисте Apple Music Electro Breaks. Это почти 15 часов резкого синкопированного ретро-футуристического саунда, известного как Electro Break или Electro Funk. Положил его в описании к ролику в версиях для разных стриминговых платформ, чтобы вы смогли оценить у себя. Это просто мега крутой электронный плейлист. Здесь он звучит просто потрясающе. Настоящий хэн-звук в связке с моими новыми Кеннертон Рогнер. Это все настолько невероятно звучит, что когда я наткнулся на него, а дело было в первом часу ночи, то я даже перенес свои планы на сон, потому что остановиться уже не мог. Просто реактивный саунд, великолепная динамика, потрясающее разделение инструментов, а трек Лизард Айз просто вынес меня свои драм-машины. С ума сойти. А если любите что-то тяжелое и техничное, например, последний альбом шведских металлистов In Flames, то тоже не разочаруетесь. Эверсоло все это гитарное мракобесие раскладывает просто великолепно. Ни малейшего намека намутили вязкость в звуке, как в Odisiel CD2, так и на большущих активных колонках Pylon, подключенных по балансу. Их ревелаторы молотят так, что гвозди можно забивать таким звуком. Да, не так ровно, как дорогое у Render A15, чуть прохладнее и по суше, не настолько богато и утонченно, но все равно очень серьезно все в пространстве строится, детализация просто бешеная, что уже довольно сильно меня впечатлило. Ну а если вы любитель джаза, то вообще можете крепко подружиться с Эверсоло после прослушивания плейлиста «Новые горизонты», в котором электрофутуризм, инди-экспериментализм и джазовый авантюризм со всего мира образуют обширный звуковой ландшафт. Абсолютно каждый трек здесь чем-то удивляет и впечатляет, потому что Эверсоло показывает вам все с такими подробностями, вместе с которыми вы получаете исключительные микродетали и послезвучие. Быстрый трек «Хо-хо-хо» от «Корта Альта» звучит энергично и многослойно, с множеством мелких нюансов, всплывающих на тебя с разных сторон. Теплое, уютное фортепьяно прямо материализуется перед тобой, ты чувствуешь каждую клавишу, а трек от «Кифер» напротив звучит мягко и вязко, словно обволакивая тебя. Все это очень красиво здесь звучит. А6 умеет подать музыку и по-аудиофильски подробно, и по-меломански захватывающе. Его хочется слушать, думаю, поэтому его все и любят. Что у него в недостатках? Ну, по железу, вот физического пульта у него нет, поэтому если вы на диване, то только с телефона им управлять можно, благо в приложении есть абсолютно все и даже больше. Правда, родной пульт существует, его можно будет докупить отдельно, и в Россию они уже едут, или может быть даже уже приехали на момент выхода ролика. Еще у него нет даже базового усилителя для наушников, поэтому Эверсоло не может стать единственным компонентом. Ему потребуется как минимум внешний усилитель для наушников, при том очень качественный желательно, потому что по звуку этот девайс очень многое может дать. Да, бас-хеду тут, возможно, не хватит баса, но вообще это все сильно будет зависеть от того, с чем вы будете стыковать Эверсоло. На больших колонках Pylon недостатка в басах вообще нет. В общем, Эверсоло, на мой взгляд, хвалит не зря. Это действительно классный многофункциональный аппарат, а для тех, кто сидит на Apple Music, так просто незаменимый, находка. Просто обязательно к прослушиванию. Кстати, спасибо ребятам из магазина patifon.ru, которые дали мне этот классный девайс на обзор. У них вы сможете его послушать и купить по хорошей цене. Оставил ссылку на них в описании. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok